Первый большой опыт, почему потребовались волонтёры, я много снимал медведей, и снимал медведей в одиночку. И когда я поставил штатив на берегу озера, и в какой-то момент я чувствую, что меня кто-то чуть ли не постукивает, вот какое-то вот движение. Поворачиваюсь, а у меня здесь вот медвежья морда. Ружьё не схватить, не повернуться, ничего. А там дальше два маленьких медвежонка. Спасли вот эти вот медвежатки, которые оказались мудрее мамы, обошли меня. И они уже пошли дальше, и медведь все так покачалась-покачалась, и тоже меня обошла. И после этого я стал привлекать уже волонтёров. Это люди, которые хотя бы скажут, что вот медведь. Это первое. Второе, когда мы находимся, и ещё есть второй человек, мы кажемся уже больше. Самый яркий волонтёр, который со мной был, это Дима Воронов. Мы снимаем маленькие, сидим на берегу озера. На нас идёт медведь. Что, всех сбегаетесь? Я здесь главный, я огромный, а вот какие-то маленькие. И здесь Дима Воронов начинает вставать. А так как рост у него больше двух метров, он уже, медведь, останавливается в тот момент, когда Дима встал. Когда Дима поднимает руку, ого, а это уже за три метра, вверх. И он начинает пятиться и говорит, извините, ошибка вышла. И начинает обходить, обходить, обходить. Открыновский заповедник вообще уникальное совершенно явление. Наверное, в масштабах России и мира, не боюсь этого сказать. Это, ну, относительно небольшая территория, на которой компактно собрано всё, что только можно увидеть. Всё. Любые виды ландшафта. И горы, и ледники, и вулканы, и действующие вулканы, и термальные проявления. Это одна из причин, почему сюда масса желающих приехать на территорию заповедника, поработать. Насколько мне известно, в этом году уже все заявки закрыты. Задолго до окончания приёма заявок уже всё было забито, всё. Желающих очень много. Это уникальная возможность при очень небольшом бюджете увидеть совершенно уникальные места. И наблюдать их, ну, по крайней мере, в течение трёх недель. Такая возможность бывает далеко не у всех. На самом деле, я вот о поездке на Камчатку мечтала уже достаточно давно. То есть, это была такая совершенно какая-то невозможная, огромная мечта. Потому что я подбиралась не с одной стороны, как с туристом. Это стоило всё каких-то совершенно немыслимых денег. И совершенно непонятно было, там, как, куда. И тут в конце марта я написала в заповедник Брянский лес вообще о том, какие у них есть волонтёрские проекты. Мне сказали, что вот можно приехать на болото и участвовать в отборе для проекта на Камчатку. И это было, наверное, одно из моих самых быстрых решений в жизни. Потому что я тут же написала, что да, конечно, я хочу. Что нужно сделать? Возьмите меня. Мы прилетели на аэродром, на кордон аэродром. Вокруг тундра, вокруг вулканы. И нам повезло тем, что первые пару дней было солнце, и можно было посмотреть вулкан. Потом его на неделю скрыло. И если не знаешь, то ты его там увидишь. И когда мы прилетели, мы выгрузились из своей коробки, и к нам на крыльцо прибежал лис. Вот, знакомиться. Потому что он живёт недолепо от кордона. Вот, пришёл знакомиться. И это, конечно, для меня тоже было таким небольшим шоком, потому что лис я вот так вот в дикой природе, в живых, я не видела. Он вот только в зоопарке. И вот он тебе вот раз и пришёл. Его местные инспектора прозвали Тайсон. Такой лис прохиндей, он больше внешний, даже чем-то на гиену похож. Но мне хотелось, чтобы он был больше похож на лиса. Поэтому он такой, более оранжевый, немножко даже более мультяшный, такой сказочный. Наша вот команда, Николай Шпиленок, Кристина, специалист, сотрудник неповедника Брянский лес, вот, у них было, у них своё было задание. Мы их отвозили на Кранотский лиман, где река Богачёвка протекает. Мы их оставили там в деревянном домике, совершенно без каких-то удобств. И для городского человека это совершенно непонятно, как там можно жить, учитывая, что там медведь вынес окно. И очень такие, знаете, очень такие показательные следы от когтей на рубероиде, где он драл. Я думаю, в принципе, понятно, что это за место, где мы их оставляем. Было немножко волнительно. Приплыли на Богачёвку. Домик нам показался очень таким комфортным, уютным. Хоть там было и выбито окно лапами медведя или мордой, но нам показалось это всё равно. Очень уютный такой комфортный домик, 200 метров, океан тихий. Шум прибоя. С одной стороны океан, с другой стороны река, лиман. И такая атмосфера умиротворения и такого спокойствия. Хотя такая стихия бушует. Когда ты едешь в экспедицию на Камчатку, когда ты понимаешь, что городские удобства остались там, в городе, и, собственно, здесь начинается какая-то новая жизнь, другая, и тебе надо быть гибким, к этому приспособиться. Печка, керосинка, домик посреди леса. Это было круто. Каранодский лиман, я его запомню. Он в душе у меня навсегда отложился просто. И понимание того, насколько мне дорого это место, и насколько я его полюбила, придёт, наверное, ещё только дома, когда я домой приеду. И вообще впечатление от всей Камчатки. Полное погружение в природу, после которого ты просто прежним не остаёшься. Я сам приехал первый раз. Первый раз я приехал туристом, потом приехал волонтёром. То есть, да, уже через какой-то период, закончив институт, я уже приехал работать инспектором. И так многие. То есть, многие приезжают к волонтёрам, понимают, присматриваются, и потом приезжают работать к нам. Такие люди, которые приезжают волонтёрить, да, они на самом деле здесь встречают во многом родственные души. Это такая, можно сказать, часть заповедной семьи. А в кранах природы – это такая общественная история, социальная история. То есть, мы природу храняем не для кого-то там, не для президента, не для будущих поколений на самом деле. Это мы делаем для общества в целом. Мне кажется, что человеку, городскому, необходимы вот такие места, для того, чтобы заново понять, для чего мы вообще живём, в нашем предназначении. Потому что городская вот эта суета, она, конечно, сильно отдаляет человека от его предназначения. Во время вот таких работ и, может быть, приходят какие-то новые мысли о бытии, о назначении человека и так далее. Получается, работа волонтёра – это работа философа, да? Совершенно верно. Абсолютно верно. Здесь есть время переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свои поступки и так далее. Поэтому волонтёрская работа – это творческая, философская работа. Наравне с физической работой работает и голова. Действительно попадаешь в другое измерение, в другой ритм. Человек понимает, что вот тот ритм, который был в Москве, бешеный, в чём-то не совсем, может быть, человечный для Homo sapiens. Здесь же человек уже попадает в другую ритмику, в другую энергетику. И вот заново, по-новому начинает проживать свою жизнь. Они помогали нам, хорошо помогали. Помощь – это нужная, неоценимая. Но они или возможность видеть вот эту вот всю красоту, закаты, рассветы, диких, зверей в их природе. То, чего не увидишь в коротких маршрутах, то, что не увидишь в двухчасовых вертолётной экскурсии, то, что не увидишь ни одной экскурсии в одноразовой, то, что можно видеть повседневно. И, как правило, люди уезжают очень довольны и счастливы. Ну, и мы остаёмся довольны. Далеко заблуждение, что там, это природе, нужна наша охрана. То есть, это вот нам, работающим здесь, это волонтёрам этим, которые приезжают, это людям, которые по всей стране живут, по всему миру. Это ценность. Это ценность для нас всех. То есть, потеряем Курильское озеро, потеряем долину Гейзеров, потеряем какой-нибудь лес в Подмосковье. Мы обедняем, мы общество. Здесь идёт опять возвращение к истокам, по сути дела. Поэтому, я думаю, каждому человеку необходимо попасть в эту струю. Другое дело, что это вот как горнило. То есть, понравилось или не понравилось. Кто-то этим заболевает на всю жизнь, а кто-то, конечно, понимает, что это не его. Это для каждого очень важная ценность. Просто кто-то в себе до этого не докопался и не понимая, а кто-то на уровне эмоций, чувств приходит, тому, что надо ехать, помогать. И это же очень классный ещё вариант просто путешествовать. Не просто там заплатил, на пляже полежал и так далее. А действительно, ты помимо того, что как-то отдохнул, ты ещё и что-то хорошее сделал, будь чем вспомнить.